Дорогие друзья, это Дмитрий Гасин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. И сегодня я хочу рассказать о книге Жераса Медведева «Питание и долголетие». Ну, что тут можно сказать? Это, наверное, единственная книга, касающаяся питания, как научной дисциплины, касающаяся кулинарии, как прикладного, наверное, искусства, которое я прочел за всю свою жизнь. Есть одно исключение – книжка «Малаховец». Последний ее раздел – это фактически этнографический очерк, а также неисчерпаемый кладезь сведений для историка, для того, кто изучает быт, нравы той эпохи. То есть, как бы, книга «Малаховец», она не целиком посвящена рецептуре. Там дальше интереснейшие инструкции идут, как хозяйке строить хозяйство, как управлять большим домом, как нанимать слуг, как следить, чтобы они себя вели правильно, как распоряжаться хозяйственными припасами различными, как обстановку в комнате устраивать в комнатах в доме. То есть, это совершенно не имеет отношения к рецептуре и читается просто как захватывающий документ свидетельства времени. Ну и, конечно, много очень забавного оттуда узнаешь. Но! За этим исключением… Нет, еще одно отступление. Есть замечательная книжка Михаила Генделева. Книга о вкусной и нездоровой пище. Это отдельное чудо, я расскажу о нем отдельно. Эта книга тоже не совсем сборник кулинарных рецептов, хотя по ней можно готовить. Так и хочется сказать, можно таки готовить по ней. Хотя книжка не о том. Ладно, это поэт. Поэт не может написать просто сборник кулинарных рецептов, чтобы было скучно и полезно. Есть еще одна книга, которую я дочитал до конца. Питание и долголетие. Жареса Медведева. Кто такой Жарес Медведев? Вместе с Роем Александровичем Медведевым они братья-близнецы. Он пострадал в свое время очень сильно. Он столкнулся с репрессивной системой. И из двух диссидентов один был вынужден уехать в Лондон и провести там остаток своей жизни. Это Жарес Медведев. Сейчас он приезжает к нам. Вот он как бы презентовал книгу. Выходит собрание сочинений Рои Жареса Медведева. В которых он продолжает писать и работать. Несмотря на очень солидный возраст. Он ученый. Он ученый. И как бы его сфера интересов это как раз микробиология. Это как раз геронтология. И он биохипик. То есть он изучает с научной точки зрения то, что потом по распроектической точки зрения приготовит, а мы употребим. И что хорошего в этой книге? Что в ней особенного? Жарес Медведев написал книгу «Питание и долголетие», постепенно переходя к все более и более обобщающим каким-то выводам, охватывая все новые и новые темы. Начиная с небольших очерков, где давал, конечно, какие-то конкретные советы. А самое главное, делал практические выводы из теоретических исследований. Очень сложна тема геронтологии. Во-первых, человек – это не муха драстрофила. У нас нет возможности диахронически, так сказать, обследовать несколько поколений. Потому что сама наука геронтологии на современном этапе развития медицины зародилась не так давно. Все, что было до этого, можно смело разделить на большую часть шарватанства и меньшую часть робких попыток узнать, что же все-таки происходит с организмом человека, когда наступает время старости. Собственно говоря, глубоких стариков изучал еще Леонардо да Винчи, который специально нашел самого старого старца, например, во Флоренции, если не ошибаюсь, в госпитале. И сидел возле него, беседовал с ним, дожидаясь, пока он умрет. И наблюдал процесс смерти, и оставил об этом подробные записи и зарисовки. Тема смерти интересовала человека всегда. Тема старения тоже интересовала человека всегда. Но только в 20 веке, а конкретно в наши дни, последние несколько десятилетий, мы можем подойти к этой теме с точки зрения биохимии, микробиологии, с точки зрения медицины, с точки зрения серьезной науки, естественно-научных дисциплин. И, в общем-то, сразу хочу оговориться, Жерез Медведев не дает волшебных рецептов, которые позволят вам питаться и достичь возраста, превышающего, допустим, 85-90 лет. То есть, все остальное лежит на совести генетики. И об этом он совершенно честно пишет, потому что мы в силах поменять образ жизни, рацион питания, последовать каким-то советам, да, и удлинить срок своей жизни. Это вполне возможно, это реально. Но перешагнуть порог в 85 и более лет дано лишь немногим людям, и это завожено генетически. То есть, это наследственная вещь, мы пока не можем свой генотип изменить. И если там еще какие-то факторы, кроме генетики, влияющие на срок продолжительности жизни и на интенсивность процесса старения, да, вот ветшание организма, к сожалению, науке пока неизвестно. Так вот, что в дозволенных пределах, вот в этих оставшихся можем сделать мы? Мы можем питаться, следуя коротким советам, которые даются в каждой главе, в конце каждой главы. Здесь последовательно поднимаются темы полезности и вреда определенных продуктов. Они перечисляются. Диет, особых диет, которые изобретены и являлись сенсацией на протяжении всего XX века. С регулярностью рождается новая сенсационная диета, которая даст вам здоровье и долголетие. Далее, рационы питания и естественным образом сложившийся диет в тех регионах, где живут долгожители. То есть, горные районы, допустим, Абхазия, допустим, очень разные американские индейцы, все те, кто вот замкнуты этнически, да, и там тенденция к долгожительству явно выражена. Вот. И другие аспекты. Но самые ценные в книге Жераса Медведева, то, что он все-таки живет в Лондоне. Он ученый, он доктор наук, он член Королевского общества ученого, он совершенно, абсолютно, никак, независим от тех корпораций, которые поставляют нам то, что мы покупаем в супермаркетах и рекламируют те волшебные препараты, которыми мы пользуемся, заходя в аптеку. Нетрудно догадаться, что огромное количество современных мифов о замечательных бактериях, которые живут там-то и там-то, в тех и этих продуктах. Если можно, я обойдусь без названий, да, читайте книгу, все сами сразу увидите. О волшебных компонентах, которые препятствуют процессу окисления и, соответственно, присутствуют в избытке в том-то и том продукте. О чудесном витамине или комплексе витаминов, которые в специальных добавках продлевают нам срок жизни. Он развинчивает эти мифы. И, соответственно, очень многие люди чрезвычайно недовольны содержанием этой книги. И я их понимаю. Они же сделали колоссальные деньги на том, чтобы люди поверили в то, что они действительно будут жить дольше вот так вот, ведя образ жизни с курением, алкоголем, отсутствием спорта, нервными стрессами в городской среде. Вот просто принимая эти волшебные пилюри или проходя специфические курсы оздоровления, там есть специальная глава этому посвященная, или садясь на какую-нибудь невообразимую диету. Ничего подобного. Все, что в принципе нам советует Джерас Медведев, укладывается в рамки здравого смысла, за небольшим исключением. Там есть все-таки пункты, которые следует соблюдать. Они касаются и холестерина, они касаются и употребления овощей, которые должны быть выращены в среде свободной от пестицидов. Лучше всего, если это будут овощи, которые, место происхождения, да, и вот способ производства которых нам известны. То же самое касается других продуктов, да, нерастительного происхождения. Очень много развенчивается мифов, очень много дается советов, которые противоречат устоявшимся в массовом сознании вещам. Мне эту книжку было читать чрезвычайно интересно, потому что, конечно же, как человек, который плохо помнит школьную биологию, а сверх того не узнавший ничего за свою жизнь, да, в этой сфере, мне было чрезвычайно интересно, подтвердятся ли мои опасения. Ну, подтвердились опасения, конечно, подтвердились. Ну, реклама, она двигатель прогресса, способ зарабатывания больших денег, но между тем она не приносит долголетия человечеству. Итак, если суммировать, да, книга Жераса Медведева охватывает очень разные стороны, касающиеся человеческого питания. Она не даст вам никаких волшебных рецептов, позволяющих прожить до 100 лет. Я называю цифру 100 условно, да, не больше, не чуть меньше, да. Вот конкретный возраст, он всегда ориентируется. Но человек, важно ведь дожить не только до 80, 85, 90 лет, но сделать это, находясь в здравом и трезвой памяти, то есть пребывая в относительно здоровом состоянии, поддерживая активный образ жизни. Это чрезвычайно важно. И об этом тоже есть целая глава в книге. Ну и самое главное, конечно, советы, конкретные рецепты в конце каждой главы. Так что все-таки делать с этими волшебными бактериями или с этими замечательными продуктами такой-то категории, да, которые вот должны нам подарить красоту, здоровье и долголетие? Шерес Медведев нелицеприятный и четко отвечает на все эти вопросы. Читайте книгу. Это замечательная книга. Она никогда не будет популярна в специфических медицинских телепрограммах, в периодических изданиях, посвященных особому образу жизни и так далее и тому подобное. Вы меня поняли. Потому что во всех этих изданиях на каждой странице либо платная реклама, либо скрытая реклама каких-либо определенных продуктов и товаров. И только ученый способен дать ответ, действительно это полезно или нет. Читайте и наслаждайтесь книгой исключения в моем, скажем так, рационе чтения. Не знаю, прочту ли я хоть что-нибудь еще по кулинарии. Я покушать люблю. Я читать об этом не гораст. А вот книгу Жереса Медведева прочел все-таки от корки до корки. Полезная книга. Спасибо.